От возможного взрыва спас свой дом житель Тобыла. Сегодня утром в 5.40 на улице Набережная произошел пожар. По прибытию пожарные установили, что загорелась кровля потолочная, перекрытие частично стены частного строения на площади в 60 квадратных метров. До прибытия спасателей житель дома сам вынес из него три 27-литровых и один 50-литровый газовые баллоны. 16 сотрудников ДЧС на пяти спецмашинах тушили пожар почти час. Жертв удалось избежать. Предполагаемой причиной возгорания называют замыкание электропроводки. В социальных сетях сообщается, что на территории этого частного домовладения был питомник по разведению собак. Животные также не пострадали. Дело об убийстве рассмотрит уголовный спецсуд. Кустанайской области. Преступление было совершено в декабре 2023 года в поселке Пригородный Житикаринского района. Согласно материалам дела между родными братьями Василием и Романом Чеботаревыми, в доме, где они жили, возник словесный конфликт. Младший Роман в очередной раз пришел домой нетрезвым, наткнулся на старшего брата, когда тот строгал полено для растопки печи. В ходе драки Василий трижды ударил ножом брата, который от полученных ранений скончался на месте, чтобы скрыть убийство. Василий закопал тело Романа в зале в одной из заброшенных комнат дома, где оно пролежало месяц, пока мужчина не сознался в садейном. Сестрам, которые вызвали полицию, процесс должен начаться в ближайшие дни. Два месяца допрашивают в Кустанайском суде потерпевших по делу о создании руководства финансовой пирамидой. Обвиняемая жительница Лисаковска Шахерезада Исина. До судебное расследование вели специалисты Департамента экономических расследований. Согласно обвинению, в 126 потерпевшим нанесен ущерб в 129 миллионов тенге. Как показывают потерпевшие, в пирамиду они попадали, встретив знакомых, которые рассказывали о работе в электронном магазине и зазывали посетить офис компании. Приходящие туда соглашались внести свои средства, для чего некоторые брали кредиты в банки. Сейчас люди хотят, чтобы им вернули потраченные деньги и просят для этого не лишать Исину свободы. Подсудимая признала все иски, но оспорила сумму причиненного ущерба. Заявленная сумма для нее слишком велика. Свои показания в суде Исина должна дать в ближайшие дни.